И баня девки, баня девки. Там стоит гиря, написана какая-то прога на ящике из-под патронов вообще. Это одно из отличий септема в том, что мы реально любим людей. Ребята, которые находятся в окопах, которые реально были в каких-то мясорубках, они понимают ценность того, что ты хорошо подготовлен. Фитнес это состояние, это подготовленность, бифит. Это первая поездка условно-волонтерская. Волонтерская туда, на восток. Мы любим тех, кто к нам ходит. Они это чувствуют. Мы не продаем членство в клубе. Это понятие именно улучшения качества жизни, оно тоже из кроссфита пришло. И потом, когда парни с фронта говорили, что сколько жизней спасли эти экраны, то, конечно, я считаю, это апогеем наших стараний волонтерских. И этот Саша садится на свою победу, короче, и едет туда. Если эти люди смогли подготовить кого-то вот до такого, то уж из меня они человека сделают сто процентов. Уехать из Николаева – это значит сдаться. Ничего не сделав для того, чтобы это место стало лучше. Считаю, что это неправильно. Когда начинаешь пить чаечек, вот есть такие друзья, у каждого они свои, называются хранители чайного пространства, алтаря, собутыльники в простонародье. И первый чай, соответственно, ты делишь с ними, да, со своим чайничком, который является непосредственным инструментом и проводником в другие мира. Самое главное, чтобы не в два сразу. В чайное состояние. А тут да. Слушай, а я сначала подумал, что Любовь Мир тут все красиво, друзьям заварил, все отлично, а нам раз с термоса сейчас разойдет. И все, чтобы как друзья-друзья, а мы с термоса. И нашел же еще, с цветами, я говорю, нашел же еще, с цветами, все. Тут все такое, там камуфляж, термос с цветами. Это новодел, но под старые китайские, во времена СССР. Слары китайские, я помню эти, не дай бог колбу разбить, это папа. За такой термос, конечно, можно было. В нескольких словах, если бы меня попросили тебя охарактеризовать, я бы сказал, что этот человек тренер, босс главной клуба Септем, волонтер. Человек, который постоянно учится, передает свои знания другим людям. Очень любит котов и кошек. И коллекционирует анекдоты. Это да. У нас в гостях Валера Кисель, время пить чай, и я, Любомир Борода. Всем привет. Сегодня мы пьем шу-пуэр «Зима» от производителя украинского чайной пьяницы. Этот пуэр разлетелся очень быстро по друзьям, знакомым за пределы страны. Но он будет еще, но пока временный промежуток, а мы достали мои заначки. И привет, Валера. Любомир, спасибо за приглашение. Наконец-то я к тебе дошел. Хотел, это думал взять бутерброды с собой, но понял, что это друзья не поймут. Я думаю, обойдемся. Хорошо. Так, передача про Николаев. Валеру я очень надеюсь, что знают многие. Но все равно для того, кто, возможно, видит тебя впервые, небольшая вводная. Ты человек спорта. И вот сколько вообще лет ты занимаешься спортом? Ну, как бы практически сколько себя помню, там с первого класса это был футбол, где-то класса до третьего, до четвертого. Потом там человек, который много дал в жизни, Игорь Григорий Шавар, выдернул меня из футбола и так плавно перенаправил в легкую атлетику. Затем в седьмом классе я уехал в Херсон, в соседний город, в высшее училище Олимпийского резерва, где проучился 7 лет. Потом вернулся, вернулся в Николаев, тоже продолжал еще заниматься легкой атлетикой, пока не умерла моя мама. Ну, и потом уже пришлось чуть-чуть выбирать. В общем, примерно в это же время я институт закончил, ну и пошел работать уже. А институт специальности? Да, по спорту, с красным дипломом. Одна четверка у меня по охране труда, а так в принципе все понравилось мне это дело. Хорошие преподаватели у нас были, особенно на кафедре биологических наук. Вложили базу хорошую, скажем так, дали. И потом перенести все это дело на фитнес, это было, ну, скажем так, проблем не было. Ну, и потом, как бы, уже такого, какого-то активного, ну, был фитнес, был, тогда это был бодибилдинг, кач, скажем так. Пока в 2011 году коллега мой, Паша Москалец, не показал, что такое кроссфит. Вот это было очень похоже на то, что мы делали на легкой атлетике, ну, частями. Ну, оно не мудрено, потому что кроссфит – это симбиоз разных видов двигательной активности. То есть, все самое лучшее, самое эффективное, собранного, едино. Вот. И потом, ну, начал заниматься, потому что очень интересно, никакой рутины, все разнообразно, все. Ну, ты тогда был тренером клуба «Эльфитнес». Да, «Эльфитнес», это был «Эльфитнес». Ну, я, со первого, ну, до сегодня, скажем так, работаю на одном месте. Все время. У меня тогда, да, у меня тогда много работ было. Я тогда работал в университете преподавателем, и работал еще тренером детей, легкую атлетику, легкую атлетику вел. Ну, и начал работать тренером «Эльфитнес» тогда. Спасибо Оксане Маленке, да, она так, ну, в трудный, реально в трудный момент она поддержала, скажем так, дала возможность проявить себя. Ну, и, да, я так зацепился. Все получилось, все хорошо, ну, все пошло хорошо. В общем, стало интересно, еще понял, что надо еще учиться, набираться опыта и так далее. Вот, и это уже, это было, это было в 2004 году. Это, получается, в этом году будет 17 лет, как я на одном месте. А когда Кроссфит, ну, когда ты познакомился с Кроссфитом, ты стал внедрять его, получается, в клуб. Да. И там произошла какая-то революция, судя, там, ну, как вот тут какие-то старые люди там по слухам говорят, то, что там ушла часть тренеров, кому-то это не понравилось, были какие-то разногласия. Ну, я бы не сказал, что Кроссфит кому-то не нравился. Наоборот, вот те ребята, которые, вот Паша, те ребята, которые тут показали этот Кроссфит, что он есть, там, да, вот. Вот, они как раз были за Кроссфит, и сейчас они и в Николаеве открыли, ну, зал тогда еще, еще в 2015 году, по-моему, или нет, в 2013. В 2013, это когда война началась, в 2014 году, получается. Да, с 2013 на 2014, вот. А сейчас они в Одессе, эти ребята, то есть сказать, что они уходили из-за того, что вдруг у нас Кроссфит начался, нет. Ну, скажем так, человек, который соображает, ну, в фитнесе и двигательной активности, он в законах безопасных движений, он не увидит в Кроссфите что-то, ну, что-то суперечащее, ну, фитнесу. Потому что, наоборот, скажем так, по прошествии 10 лет, вот в Украине, Кроссфит, и в принципе в мире, Кроссфит всему фитнесу дал столько, ни один вид, ни одно направление фитнеса, оно не давало, ну, вот, именно фитнесу и людям, ну, такого количества полезных инструментов, такого количества классных решений для того, чтобы человек стал подготовленнее лучше. Как минимум, вот эти мячики-валики, которые сейчас есть в каждом клубе, то есть они пришли из, уже целой индустрии, там люди, деньги сумасшедшие зарабатывают на них, вот это только на производстве и на семинарах и так далее, это как минимум. И не говоря уже, и тренировочные решения, такие как там и мамы, там и все остальное, любят, ну, любят, подтягивают. Тот же самый TRX, который, да, вроде как был, ну, TRX, в принципе, нельзя назвать, значит, как, ну, это видом функционального тренинга, потому что TRX это просто, это средство, это как гиря, либо как штанга. Но, тем не менее, люди, которые занимались TRX продвигали, они раньше только работали с этими ремнями, а потом постепенно вдруг начало появляться новое оборудование в TRX, смотришь, ремной концепт появился, там гиря какая-то, мячик и так далее. То есть, кроссфит реально дает, кроссфит реально дал фитнесу очень много. Раньше такие движения, там, как становая тяга, они были, ну, они якобы запрещены были в фитнесе, ну, то есть, кроссфит, ребята из кроссфита HQ, либо те, кто занимается, они дали понять, что это, в принципе, повседневные движения, которые необходимо выполнять для качественной жизни. Не просто, чтобы там красивым выйти на пляж, а для того, чтобы жить, не болеть и нормально себя чувствовать. То есть, вот это понятие, именно улучшение качества жизни, оно тоже из кроссфита пришло. Его сейчас юзают многие, но это есть, это есть на семинаре, на семинаре Level One, это есть вот отдельная, отдельная лекция, что такое кроссфит, там 4 модели, и одна из них, это здоровье. То есть подготовленность равно здоровье. И по себе могу сказать, что, ну, таки, да, годы идут, вроде бы, да, уже за 40, а смотришь там по показателям, по силовым, все равно каждый год ты прибавляешь, ты крепче, там, то, то, пятое, десятое, там, в шестнадцатом году, в конце 16 года там такая авария была просто никто там кто в теме те видели и машину в каком она состоянии было ну и были свидетели там из близкого круга друзей то есть фура просто снесла там несколько раз машина перевернулась ну по сути отделался только вот на голове были ссадины из-за того что бился о сидушку а соседнюю сам вылез из машины она лежала на боку сам покинул автомобиль там шея поболела конечно просто хвостовая травма но по большому счету там избежал чего-то серьезно вот я к бабке не ходи вот эту прочность это вот это дал корсвит это сто процентов так бы думаю если бы не занимался то посыпался бы ну как минимум бы не так легко отделался вот и по поводу ну по поводу есть ты спрашивал как со спортом то если когда это был просто тренажерный зал кач вроде бы как каких соревнований не было просто там надо было выглядеть надо было стараться там тоже перепады были то занимался то не занимался почему-то я решил потом себе что у меня сильно много работы у меня нет времени на тренировки и перестал заниматься вот до того мне это как косвит появился вот конечно это такой период похвастаться нечем если чину кроме того что я учился потом появился кроссфита в шестнадцатом году тоже уже как-то по украине в украине начало это все дело культивироваться соревнования появились интересные мы поехали мы поехали повезли две команды так называемую битва городов поехали эту битву городов и тогда с леной савченко посмотрели что вроде бы мы уверенно заняли четвертое место то есть мы и до третьего там ну явно было тяжело дотянуть очень уровень хороший был тебя и 5 было далеко ну и догнать нас не могли и вы посчитали что и я лена еще там где наш партнер нам уже было за 35 лет за 35 лет мы уже поняли что юмор смотрим как бы тягаться ну с молодым реально тяжело и начал я начал искать соревнования в европе интересным именно по нашей возрастной категории и нашли такие соревнования уже проводились они в европе прямо этому съезжались оттуда люди все это имело как имело какую-то какую-то культуру даже можно сказать то есть там комьюнити будет группа целой фейсбуке ну популярных соревнования вот и мы предложили сашей ращуку это одесситу это вот это реально зубра кроссвита тот который вот у истоков у самых общественных 10-го года занимался просто там поехать стать капитаном нашей команды потому что и уровень конечно чуть-чуть он не то что чуть он он явно выше нашего и мы поехали на первое соревнование в этот вот это началось наш именно спортивная тема мы поехали в венгрию тогда в дёрг первый вылет первый выезд тогда такие эпические у нас много классных стартов было но я вот его помню потому что мы вырезали тогда победу тогда про ну ведь терпеть приходилось везде на и тогда там зуба такая с испанцами постоянно догоняли 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 и потом какой-то был комплекс где нам пришлось ли на этом сани толкать тяжелые таскать их а саня ярощуку тогда всем рассказываю когда про венгрию рассказываю вот на пьедестал саша зашел на руках он на сам 100 метров тогда прошел на руках а а и испанцы где-то встряли короче и они аж пятое место заняли в этом в комплексе а мы по мы вторыми саня что я не хожу на руках можно сказать до сих пор лена тоже и короче все легло на сашках и сами это прошел 100 метров на руках и вот это у нас на первое место вот на руках там мы потерпели уже в финальном комплексе и все удержали позиции да это было эпично конечно вот так вот началась именно спортивная спортивная карьера да 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 именно кроссфит кроссфит потом это был еще и фитнес а потом стал вопрос о том чтобы для того чтобы продолжать учиться для того чтобы расти именно в тренерском в тренерском плане необходимо было я уже был тренером 2 уровня необходимо было сдавать на 3 а это одно из условий обязательных было это официальный статус работа в заведении с официальным статусом кроссфит да тогда нынешние владельцы тогдашние владельцы фитнеса они не хотели вкладывать потому что дорогая стоит лицензия стоит 3000 долларов она дорогая они не сильно хотели вкладываться в это дело хотя возможность было если каждый год каждый год до каждого на плате я получается без нее никуда все больше нет и там с моим учителем английского мы начали писать письма в очки напрямую и как бы вроде бы не рассчитывая они так пошли на переписку ребята эти сначала и они нам таки выбирайте название и мы начали короче выбирать название начали выбирать название один раз отправили внутри они говорят нет все заняты второй раз отправили им 3 тоже какие-то и альфа там будет там интересно какие там и с цифрами они они нет короче все занято вот а потом и аж на третий раз вот это откуда эта семерка взялась учитывая что мы позиционировали себя как ребята которые работают с военными ну и на это опирались в переговорах то у нас есть один один такой я его считаю одним из самых лучших военных с которыми этом удалось общаться потому что он реально профессионал своего дела он вообще не останавливается в росте и вот он очень похож у него даже такое подпольное у него даже подпольная кличка бонд им раз эту семерку выдернули и у меня всегда у меня шкафчик седьмой был меня это семерка она всегда вот как-то ну со мной было ну при мне и мы этот и мы раз ну seven как-то ну seven 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 и потом раз по-латыни всеми то сайтам сеттем да и вот и ну и маша сыграла тоже в этом роли определенным потому что я все-таки сомневался примут ли ну именно николаевский николаевский примут ли вот такое название мария тогда вот такая фраза мне было брит валерий хватит сомневаться пусть в николаеве будет хоть одно заведение с нормальным названием вот как там это уверенно все сказала и наша дизайнер наша дизайнер за мария и сомнения прочь не набросал и варианты логотипа она все красиво оформила мы выбрали и вот он не изменен не изменяется вот уже сколько сколько лет пять лет 5 мая все потом быстро мы им только это название все отлично подходит не высылают контракт я его подписываю и это не спасибо почки у не знаю насколько и хватит конечно но они каждый год безвозмездно продлевают эту лицензию сейчас времена тяжелую всех может плюс поменялось руководство может тоже что-то изменится но тем не менее я горжусь тем что вот мы с командой смогли пять лет получать вот этот официальный статус без денег про военных когда когда вы стали их тренировать вообще как это все скажем так у меня достаточно в те времена еще в тринадцатый год там достаточно много связывалось россией прежде всего я туда ездил учиться потому что москва давала качественное обучение как не верти и фитнес обучение качественное и потом все но учитывая что это было одно пространство все первые все первые официальные семинария курс ветвички они естественно в этот в москве вот ну и плюс родственники были в москве вот поэтому но почему-то не знаю внутренне или нет я как-то очень не то чтобы болезненно ну я не понял этого захвата крыма то есть вот этой агрессии майдан у меня тоже конечно как-то всю дорогу вроде бы оставался нейтрально но когда начали гибнуть люди у меня чуть-чуть ну уже тогда я по нескольку раз пересматривал там ну такое было знаю я не принимал этого бог где мы живем если могут так что людей расстрелять на улице а потом все же так быстро про закрутилась завертелось вот поджали у нас крым и и вывели нашу вывели 79 бригаду вывели на границу с на границу с крыма я проходил как можно условно сказать проходил службу тогда еще это было сороковая дшб десантно штурма бригада ну по сути это и ну есть это 79 и потом видно она меняла несколько раз статус вот и мой товарищ тоже дух и товарищ слава романенко он тоже там проходил службу и когда вот это все закрутилось они же они реально были в горе льбосе ну вот это вот бабки не ходить там не было ничего и какие-то посыпались вот такие бытовые добровольцем я как бы я был не готов идти откровенно добровольцем я был не готов идти но хотел помогать хоть чем-то и мы как-то тогда показал товались и по начали нести носить в часть то что ребята просят там элементарные вещи димка кстати да и димка олейник димка пошел добровольцем и он тоже этому был коннектором между потребностями второго батальона ну и мы что могли там тут тут росту провод какой-то и вот так вот с ребятами собирались там из кошелька деньги доставали и и несли пока потом уже начали выходить на нас ребята которые уже были непосредственно там уже стояли в крыму я как сейчас помню это был или 16 или 17 марта то есть на следующий день должен быть это суббота была это первая поездка условно волонтерская волонтерская на туда на на восток полная машина забили в полный багажник там у меня тогда honda accord было мы забили туда там и и масло везли потому что ну или тормозную жидкость потому что там три бытера еле-еле доехал там их копали там что-то притащили просто потому что они не двигались ну короче вот это была первая поездка с димой канарским мы сели развезли на на две точки это было это в чаплынке по моему чаплынке и на и на колончак заехали и как-то вот с того с того момента установилась связь и в голове прочная села если я не там рядом с ребятами максимальная помощь должна быть должна быть отсюда как минимум финансовая и так далее вот на первых порах это были наши финансы возили в банальный вей потом начали с димой трусить все секонд-хенды военные по николаеву покупать разгрузки потому что ребятам неудобно было натовские английские там вообще нафталином этим и не пахнут чтобы там олево не побило там все чудака где-то да все 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 тут перетрушивали при перетрушивали везли туда на дальние кордоны в одну из таких поездок мы познакомились с это тоже такая личность достаточно известна этой войны это позывной маршал женя жуков скажем так вот тоже много встреча она была такая переломная в плане того что мы реально думали что когда как только россия возьмут все думали так так как только россия пройдет референдум только они отожгут крым но они двинут сюда на материковую часть украины и это было как раз в 16 или 17 марта женя дал нам четко понять что нас будут защищать что ребята будут сопротивляться что никто но так просто не пройдет и это опять таки дала еще больше мотивацию продолжать продолжать помогать потом в тут на месте были люди начали как то реально был такой патриотический настрой многих возмутило это желание я реально не мог понять почему почему 110 километров от россии разруха а почему вдруг у нас за полторы тысячи от россии от москвы разруха а почему у нас вдруг николаеве за полторы тысячи километров станет с приходом россии все обалденно и ну и хорошо то есть я реально этого не мог понять и не мог понять почему люди думают что так будет ну и плюс то наглость которая это все дело проворачивалась ну то же самое что живешь с соседом в тамбуре вот сосед по тамбру притрабанил к тебе в коридор поставил холодильник из твоего перегружает свой еще рассказывает что делать ну как-то вообще не по-соседски вот совсем даже наши ведь и даже наши военные вот уже женя там первое время думал что русские ну мне этого не хотят там нет пока не полетели снаряды на голову прямо в конкретном вот в смысле сразу все поменялось в голове вот это когда они сидели там была какая-то из варенская когда их окружили со всех сторон и там три три недели или четыре утюжили просто раскатывали этих студенты артиллерийских училищ из краснодарского края там из-за границы стреляли там по ним бомбили там уже дима пришел часы можно было оленик он сам не попал туда но факт часы можно было сверять когда долбит даже вообще там там так раскатывали там просто там очень-очень от обстрелы это какой-то это жизнь ну вот и потом скучковали здесь у меня тогда тренировался тренировался тогда давид архами это нынешний глава фракции конечно человек обладает обладает качествами объединения людей ну чтобы сказать плюс он достаточно креативно мыслил но просто он смотрел на реально на годы вперед вот это передача денег из рук в руки она привела потом уже к тому что многим волонтерским организациям забрасывали то что то что какое-то воровство нецелевое использование средств давид сразу обозначил нет только в крупные средства только без на на какие-то потребности те которые бытовые вот реально многие не хотели давать именно на прицел и потому что тоже сначала все-все на форму собиралась потому что они голые боссы были ни на кого на разгрузке на эти а потом когда пошли смерти но уже поменялось мировоззрение уже и и прицелы пошли и все 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 ну в общем так родился народный очень большая скажем так большой объем работы принял на себя эта организация много людей было много много хороших людей вот это именно народный и войну мы дружим у нас тут сформировалась сформировалась на месте в николаеве компания компания молодых людей и вот мы до сих пор держимся в куче мы уже так в таких объемах не помогаем на помогаете все равно чуть-чуть объективно чуть-чуть да по по минимуму вот а при одному подразделению определенному мы продолжаем помогать потому что скажу почему потому что его вся помощь она настолько настолько выверена она настолько цена эта помощь и она ну использование этой помощи но настолько тоже целевое когда приезжают приезжают ревизоры а есть в народном ревизоры которые проверяют». Насконы ценность целевое использование помощи туда же батарейки даже батарейки использованные лежат в отдельном те которые актом мы передавались они лежат в отдельной баночки и готовы, скажем так, к осмотру, поэтому ничего ж не помогать таким людям, ну самым из этой, из всей очень много сделано, очень много командой сделано, прямо даже просто много, но самое большое, конечно, достижение, я думаю, это сейчас мой кум, наверное, заулыбается, потому что это, скажем так, его большая заслуга, это мы больше 250 машин, наверное, боевых закрыли экранами противокумулятивными, то есть очень много техники в первые, в первые месяцы войны им очень много смертей было из-за того, что посадка, ну, во-первых, не умели воевать ребята, и плюс зеленка, посадка, и вот, ну, из РПГ попадали в машину, и там, ну, все совсем грустно, вот, и начали, Денис Пятигорец, он из-за прожья, прислал нам первые варианты экранов, они из арматуры примитивные были, вообще, потому что люди в этом, на фронте люди вешали панцирные кровати, мастили, чтоб хоть как-то разбивалось, вот, потом Денис нам прислал, прислал один из вариантов из арматуры, здесь прямо в парке, там его приварили, кое-как, но это было все равно тоже, это был не оптимул, конструктивный, ну, реально не оптимул, каким-то образом, там тоже из наших ребят нашел конструктора, ну, топ-инженера, который по модельке, по модельке бронетранспортера, он сделал, ну, реально классные чертежи, креслення, которые потом можно было чуть ли не, ну, в папке можно было на завод отдавать, вот, посчитал там с этим, в Краматорский жил, то есть, поможешь представить, человек в Краматорский жил, да? В то время. В то время. Да. Вот. И, да, и вот это вот, эти темы с этими экранами, это просто… Вы их здесь варили? Да, варили, их варили везде. Еще, я понимаю, что, и фигня резиновый, но хочется рассказать, как это было, да, в общем, Николаевский тепломозоремонтный завод взялся на себя, вот, Слава Симченко, да, такая позиция у него была, патриотическая, кстати, вот в тех боях там у него или племянник, то есть, родственник какой-то у него именно под этими арт-обстрелами он тогда погиб, ну, не суть, он помогал с первых дней, вот, и они взялись делать эти, делать эти экраны. Ну, я понимаю, ребятам, что работа еще параллельно идет, они поставили, конечно, людей, ну, как бы медленно это все шло, то есть, уже потребность, запрос в этом во всем, он, он уже, он превышал возможности тепловозоремонтного завода делать, производить эти вещи, потому что это, ну, реально там, ну, надо было руку набить и так далее, вот. И вот тут подключился к этому всему процессу, подключился мой кум, руководитель, потом мы уже стали кумовьями, тогда просто Максим Доскоч, вот, он подключился к этому процессу и используя свой, свой опыт руководителя, он такое завертел. То есть, это, ну, на это было вот наблюдать, короче, мы разделились, в общем, я договаривался с людьми, чтобы они, ну, деньги на проект переводили, именно под эту тему. То есть, ездил на встречи, там, объяснял, показывал, вот, насколько это важно. Пашу с собой, чайку тоже брал пару раз, ну, человека, который непосредственно в этих БТРах сидит, вот. АМАК занялся производством. Эти экраны, они даже, вот, иногда металл, он даже в Николаев не попадал, то есть, он так все закрутил, он прямо с Арсиллора, с Кривого Рога, он ездил, этот металл, он выезжал, он выезжал в УкрТрансгаз, достаточно, это тоже кум Макса, тоже он был главным инженером УкрТрансгаза, он помог организовать вот эти сварочные производства. Экраны варили по всем, вот, чуть ли не по всей Украине. И здесь тоже и Артель, вот, хотел бы, ну, не знаю, ребята, будут тебя смотреть из Артель или нет, кстати, на первом этаже, да. Вот, они тоже, они очень качественные делали. Здесь вот, и по Николаеву, ну, практически все, кто обладал хоть каким-то сварочным производством, мы удалось мобилизировать, и вот просто сумасшедшие темпы. А потом все дошло до того, что даже начальство воинской части, 79-ки, оно пошло, он увидел, ну, когда там сто с лишним машин, сто с лишним машин, и все надо обоворить, они пошли навстречу и выделили боксы прямо в этом, прямо в парке. Мы вычислили, Макс нашел сварщиков, прямо тоже по всей Украине. Был такой еще мужик, вот, тоже, буквально минуту про него. Саша, блин, Саша Соловей, мужик из Доманевки. Тоже звонит, говорит, я, как бы, шима не дужу, а Лайя может порцювать. Едьте туда-то, туда-то, говорит, как там вас найти? Вот Саша на Победе. А Победа сделана из Опеля, из Опеля Омега. То есть, мужик до такой степени рукастый. Он просто, его Слава Симченко поселил на этом, на тепловозремонтном заводе. У них там комната какая-то была. И этот Саша, они его, он сварщик, он неимоверно рукастый мужик. Они там его, ну, и рукастый, и приятный, короче, ну, со всех этих. И потом, когда надо было, тоже этот Саша, когда надо было ехать в Краматорске, непосредственно поехали в фуру, дал Укртрансгаз, загрузили фуру металла готовых и повезли ее в Краматорск. А кому-то надо было там на месте организовать установку. И этот Саша садится на свою Победу, короче, и едет туда в Краматорск. А потом его призывают в армию. И мы через генштаб этого Сашу забираем откуда-то вообще из-за Львова, непонятно. Через генштаб этого Сашу и ставим, и он здесь, скажем так, возглавляет это. Аркадий Добагян тоже много подключился тогда, тоже много взял на себя. Большую часть нагрузки. В общем, команда работала. И потом, когда парни с фронта говорили, что сколько в жизни спасли эти экраны, то, конечно, я считаю, это апогеем наших стараний волонтерских и так далее. А потом, когда… Большая предыстория, конечно, как мы начали заниматься с военными. Учитывая, что… Нет, это интересно. Я, например, этого нигде не слышал, понимаешь, нигде не читал. Это мало кто знает, но, тем не менее, команда народного, она сделала… Да, это не беспилотники, но, тем не менее, там 250, больше 250 машин точно по всей Украине, разных частей были закрыты этими экранами. То есть, они решили тогда… Ну, вот этот вот вопрос в том, что техника жглась, люди гибли. Они решили… Ну, помогли тогда. Да. Вот. И учитывая, что мы часто находились в войсках, вот, и у меня было… Я мог сравнивать состояние… Состояние… Физическое состояние обычных солдат и физическое состояние тех ребят, которых мы сейчас до сих пор поддерживаем. Я понимал, что вот… Учитывая… Учитывая, что кроссфит в Штатах, в Канаде, это чуть ли не базовая… Базовая подготовка для военных, да. Я понимал, что мы можем эти… Эти свои знания, свои навыки, мы можем тоже сделать что-то хорошее для… Ну, для страны, если наши военные станут подготовлены. Ну, банальные вещи. Вот. Даже вот фраза Саныча, до нашего, когда… Зачем там учить солдаты рукопашному бою? Фраза Саныча. Сколько солдат на этой войне спас рукопашный бой? А второй вопрос. Сколько солдат на этой войне погибли только из-за того, что они не смогли убежать? Угу. Только из-за того, что их где-то привалило, они не смогли поднять? Либо они выдохлись? Ну, вот. Не хватило банальной физухи. Вот. Ребята, которые находятся в окопах, которые реально были вот в каких-то мясорубках, они понимают ценность того, что ты… То, что ты хорошо подготовлен. Угу. Это унести больше БК, это унести дальше БК, это быстрее это все сделать. И самое главное, что в любом случае, когда-нибудь броню одевал на себя, каску там вообще, насколько это неудобно? Это жутко неудобно. Это даже держать автомат, ну, это тоже такое себе удовольствие. Пульс поднимается, руки тремтят, а ответка, ну, условно, как? Ну, как ты будешь вести стрельбу, если у тебя все дрожит, то есть ты не попадаешь, условно. Вот. А хорошая подготовленность, она помогает тебе более уверенно чувствовать себя именно в огневом контакте. Поэтому тоже с помощью народного, скажем так, организовали проект. Это проект подготовки инструкторов для подразделений воинских, ну, для воинских частей. Угу. И были разосланы предложения, письма официальные, воинские части. И ребята, так вот, по Николаевскому гарнизону, они понаправляли по два, по три человека для того, чтобы мы готовили инструкторов. Здесь на базе Септема. На базе, ну, да, тогда еще был Эльфитнес, но это первый, а потом уже второй уже был на базе Септема. Вот. Вели тогда его я, Елена. Савченко. Савченко, да. И нацгвардейцы, и летчики, и, 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 и. Собралась такая интересная компания, и очаков, и десантники. Собралась такая классная компания. Почему классная? Потому что я сейчас, вот, до сих пор, до сих пор есть люди, которые... А, тут же Назаренко. Угу. Они тогда два таких, Романа Назаренко, ребята такие невысокие, но вот молодые, и уже с таким боевым опытом, это из морпехов тогда. Ребята. Камлык был, помню, еще Полянский. Полянский тренер по CrossFit. Угу. Назаренко. Такой бальзам на душу было, когда мне шлют люди из Киева, приехали на передовую Мариуполь и шлют мне фотки, как пацаны. Серёга Назаренко организовал у себя в подразделении, то есть в одном маленьком, то есть на уровне государства это не прижилось. А Серёжа Назаренко организовал у себя в подразделении занятия по CrossFit. Штанга стоит, гиря, написана какая-то, прога на ящике из-под патронов, вообще. Это, вот это было, конечно, большинство. Многие люди из того потока, из того, они так или не иначе сейчас либо связаны с CrossFit, либо продолжают им заниматься. И это большое наше достижение. Целью мы с Леной ставили какую? Показать государству, что это возможно. Что, в принципе, ничего страшного, ну, ничего сложного нет для того, чтобы объективно. Я, конечно, рассчитывал, что мы как-то станем каким-то базовым центром. Ну, это позволит нам на наших учебных делах зарабатывать деньги какие-то, ну, в общем, развиваться. Потому что, ну, лично для меня денежные знаки – это просто возможность что-то построить, кто меня знает. Развиваться дальше. Они понимают, что я не вру. Да, что-то построить, что-то купить, что-то сделать, что-то, чтобы было лучше. Потому что до сих пор чуть-чуть отступлю. Ребята, которые у нас занимаются, вроде бы едут в знаковые места какие-то, да, в этот. И пишут мне оттуда о том, что в Септеме комфортнее, в Септеме больше оборудования и так далее. Что там говорить, у нас есть такие вещи, которые по югу Украины нет во многих залах. У меня был такой вопрос даже, наверное, подготовлен по поводу функциональности Септема и, так сказать, его гламурности. То, что большинство залов смотришь, они как-то больше, ну, там, гламур, красиво, сфоткаться, да, там, девки с задницами. А Септем как раз клуб, в котором есть возможность тренироваться. Есть, да, так и есть. Раз мы уже отступили, я сейчас быстро отвечу на этот вопрос. Потому что ходит и по городу молва такая, что в Септем ходят тренироваться, а не сниматься там. Ну, и лично наша позиция такая, что мы не продаем, мы не продаем членство в клубе, то есть там какие-то, какую-то дорогущую плитку в душевых и так далее. Мы продаем комплексное тренировочное решение, то есть комплексное решение тренировочных задач. Да, вот Септем, он, можно все. Меня когда-то спросили, что ты можешь этот, открывают зал люди, может ты нам продашь что-то, может у тебя есть что-то лишнее. Я оглядываюсь и понимаю, что у нас лишнее. Лишний только мешок с песком маленький, потому что его уже все переросли давно. Все, что можно подарить или отдать человеку. Реально юзается все, можно зайти посмотреть в каком у нас состоянии. Да, оно рабочее, но оно потертое. Если оно потертое, то значит что? То, что оно постоянно используется. Постоянно. Вот это наше отличие. Ну и то, что клуб старый, конечно, я не спорю, что хотелось бы многое изменить. Но COVID, конечно, COVID вносит свои коррективы, тут бы выжить. А мы на Назаренко, на инструкторах закончили? Да. Вернемся к военным, как это все получилось. Первый очень, скажем так, понравился, хороший фидбэк был. И мы сразу же пошли запросы из частей, обучите нас, обучите нас и так далее. И поэтому долго не надо было уговаривать ни боссов из народного, чтобы письма-то есть, запрос имеется. И мы второй поток организовали. Чуть-чуть в другой форме, подключили Пашку Серенького. Чуть-чуть в другой форме, это как бы соревновательный. Уже начали соревнования среди военных проводить. И в такую соревновательную форму это все дело закрутили, чтобы они как бы шли потоками, направлениями. Там летчики, там отдельно те, отдельно те. И вот двигались, и соревновались между собой. Ну, я тоже было интересно. Ну вот, все равно первый он, он есть первый. Потом нас с Леной пригласили на такую, уже в Генштаб, на конференцию, которая называлась «Предготовка существенного украинского воина по стандартам НАТО». И я понял, посидев целый день, посидев целый день, я понял, что совок жив, совок будет жить еще очень долго. И что нужна конкретная воля одного какого-то человека, чтобы вот это все разогнать, нафиг. И это, 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 это реально там, там такой клуб кубло. Это, это просто, вот просто от нас. Люди, которые ответственны за спорт в войсках, они просто не шарят совершенно, как сделать человека лучше. То есть, для них максимальное количество отжиманий за две минуты – это тест силы. Ну, о чем тут можно говорить? Люди, которые понимают что-то в физических качествах, они понимают, что это усилие, ну, совсем другого характера. То есть, они пытаются что-то перенять, откуда-то взять, не соображая, что оно, в принципе, может дать. И все, и вот это вот любителю, вот всю-всю дорогу я вспомнил один, посидели там Еленке, Еленчик, знаю один анекдот такой классный. Это когда генерал приехал, это интересно будет, когда приезжает генерал в воинскую часть и думает, так, сейчас буду разносить прямо вот на проверку, сейчас с порога. Такой заходит, думает, так, смотрит, ё-моё, бордюры просто беленькие, трава, такое впечатление уже покрашена, вся, все тополя вот так вот, беленькие эти отбиты. Думаю, так, ладно, видите меня на плац, заводят его на плац, там все расчерчено, все плакаты, просто не придраться. Такое, что у нас кормить сегодня не будут, его раз в столовую, там икра черная, баклажановая, все накрыто, вообще, а коньяк, ему бац, семизу. Седьмую звездочку нарисовали, коньяк ему, и что, и париться сегодня не будем, как-нибудь его в баню. И баня, девки, баня, девки, короче, всю ночь, утро, дверь в бане открывается, выходит генерал, вот так руки растопыли, отвезите меня в ромашковое поле. Его садят в бобик какой-то под мерседе заточенный, везут его в поле, выходит, генерал вот так руки расставил, идет, 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 голый по полю, идет, идет, глаза закрыты. Какой раз, какой-то камень лежал там, он спотыкнулся об него, бух, упал и лежит такой. лежит, ромашки, вот он дышит, ромашки терепаются, подышит раз, а тут бык неподалеку гулял такой, смотрит, генерал лежит, подходит такой, ну и задницу ему так, языком лежит. А генерал такой, ну хватит, хватит, подпишу, подпишу. Вот это была именно та же самая тема. Чудаки, то есть эта конференция, замыливание глаз, она просто ни о чем, там чудаки, вот садом был главный какой-то у них, и вот они ему полировали пятую точку, вот они, кого надо было раздолбать, раздолбали, ну потому что ничего ж не делается. Все, по сути, ноль. Я тогда понял, Ленчик, мы говорим, Лен, я не готов тратить лучшие годы на борьбу вот с этим. Будет у кого-то воля, обратятся к нам, ну продолжим этим заниматься, а так, ну лучше потратить эту энергию для того, чтобы, вот есть, ну, круг вокруг нас, вот их будем, ну, будем делать лучше, для них будем стараться. А это, это битва с ветерными мельницами. Система, она прожевывает всех. Это нереально. То есть, вот, до сих пор там, периодически пишут мне, а, 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 мог бы, мог бы. Будет воля, не бесплатно. Он тоже, потому что все, волонтерство закончилось, то есть, у державы ей гроши, то есть, они воруют они и так далее, то, ну, поэтому мы готовы, в принципе, свои знания и свой опыт продать. Ну, не за большие деньги, за вменяемые, за то, что вот стоит. Вот. Готовы продолжать. Но в Цептеме сейчас на постоянной основе тренируются военные. Уже есть группы, да, там с военными. Да, у нас, конечно. И полицейские. Ну, с самого начала для полицейских и для военных были созданы лояльные условия и по посещению, то есть, абонементов, и по, ну, и по ценовым политикам. Одно время, если так, ну, есть, курс достаточно популярная штука, конечно, талантливые ребята попадаются везде, но одно время все соревнования по военным, которые, этот, которые только проводились в Украине, это весь пьедестал, это они вот так растягивали флаг Цептема на весь пьедестал, потому что, ну, потому что конкурентов не было. Витя Левченко, конечно, зажигал, Макс Солонар там, ну, и так далее. Да, даже вот, да, даже ребята, вот, все там могут относиться, конечно, к полиции по-разному, но реально вот какую-то реформу провести, толковую, ну, в состоянии сейчас исключительно вот Министерства внутренних дел, потому что те же патрульные, да, у них, они нашли возможность, они нашли возможность спонсоров привлекли, те же самые канадцы, по-моему, им помогли, отгрохали в классный зал в Киеве, обучили у нас ребят, которые этот, хотя бы основы, понятно, что они сейчас уже там продвинутые, но это было давненько, но это приехала команда ребят, мы их обучили на коммерческой основе, и эти ребята сейчас, вот, создал, главный тот же Женя Маршал, он создал условия для хороших спортсменов, чтобы они служили в патрульной службе, им сейчас равных нет, конечно, то есть, они, да, они, они там, они выиграют, все, но тем не менее, в этом зале патрульной службы, чей флаг висит, как ты думаешь? Септема, да, это, конечно, радует, это бальзам, смотрит там, то-то-то, голубо-астрическое и Септема, спасибо ребятам, что они помнят, ну, наши, наши усилия, наши потуги, ну, наш труд, который мы вложили в них, ну, не то, что мы, мы реально, как бы это ни, вот, я проскакивала слово, да, там, вот, на коммерческой основе и так далее, мы все равно, ну, я убежден, что деньги, они придут откуда-то из другого места, если ты, ну, ты делаешь что-то бесплатно, не задумываясь, короче, делай что-то для того, чтобы было хорошо, потом думай о заработке, и если ты не заработаешь здесь, они придут из другого места, Лена Савченко не даст соврать, ну, Лена Савченко просто, она, скажем так, она очень много вещей, действительно, делает на энтузиазме, бесплатно, и потом ей воздается, вот так. — Круто. — Да, да, ну, как минимум, когда у меня появляется возможность сделать так, чтобы линия воздалась, я ее не упускаю, ну, и, Лен, ты можешь всегда рассчитывать на мою поддержку, ну, она это знает. — Септемм Фэмили, комьюнити, интересная тоже тема, я сам, ну, когда еще не посещал клуб, уже видел вас в Фейсбуке, обращал на это внимание, это вот какая-то группировка людей, да, атлетов, энтузиастов. — Да, это отдельная, скажем, часть моей жизни, большая, наверное, большая часть моей жизни. — Люди совершенно разные, да? — Совершенно разные, их немного, этих людей, ограниченное количество, ну, скажем, ну, их немного, но их много в моей жизни, вот, и я очень, очень ценю это, очень, у тебя, тебе удавалось, да, потому что ты же там ездил на соревнования, ты видел, как это все происходит, это, конечно, эти эмоции, они бесценны, потому что, ну, это, как бы, творится история определенная, потом есть к чему вернуться, есть что вспомнить и так далее, ну, как бы, да, все начиналось в шестнадцатом году с того, что, там, мы перенимали опыт у Саши Ярощука выступления на соревнованиях, ну, и пытались заложить вот этот фундамент, ну, каких-то спортивных побед, вот, сейчас я убежден, уже по прошествии этих, лет, что подготовка спортсменов, именно хороших спортсменов, если тренер соображает, что он находится в фитнес-клубе, либо что к нему приходят обычные люди, он всегда сможет адаптировать программу для спортсмена под нужды обычного, обычного пользователя, это то, что вот закидывают кроссфиту люди, которые совершенно, ну, ну, в нем не соображают. Для пользователя, для человека, который вот думает, прийти, не прийти, заниматься, не заниматься, показатель спортивных успехов, место, куда он ходит, он должен быть сигналом, что, если эти люди смогли подготовить кого-то вот до такого, то уж из меня они человека сделают сто процентов. То есть, успехи атлетов, это, ну, это гарантия того, что программа работает, и то, что у этой программы есть запас прочности очень большой для адаптации под обычного пользователя. Этому есть масса пределов, примеров, масса, когда люди, ну, одним из самых больших наших успехов, вот Саша Яровщуков как тренеров, я все-таки считаю, что в 2018 году прервалась наша, скажем так, победная хода, и мы заняли второе место на соревнованиях тоже, на чемпионате Европы среди людей, которым за 35. Мы заняли второе место, приехала, нам уже было под сорок, приехала реально сильная команда из Польши, плюс Неля чуть-чуть, ну, даже, наверное, мы с Неллей бы не смогли бы это, ну, бороться с ними, ребята реально сильные были, но, но наша аматорская команда, она выиграла этот чемпионат. Это были человек, который занимается камерами, это была журналистка бывшая, это было человеку, который там бизнес на рынке, ну, да, ну, ладно, и вот один из них был тренером, да, ну, ну, вот это успех. Вот это успех, что люди, которые не связаны, ну, не целыми днями сидят в зале, они, мы их подготовили, мы их смотивировали, в принципе, даже выехать. Это, ну, это большой, большой плюс, что люди поверили, пошли на какие-то, какие-то траты взял на себя септом, но люди взяли на себя основную нагрузку, плюс подготовка к соревнованиям, это, если это серьезная подготовка, это реально вырванный из жизни чуть-чуть, ну, кусок времени. Потому что, если ты готовишься хорошо, ты кладешь на алтарь, ну, вот это тут все, тебе два раза в неделю, в день надо потренироваться, тебе надо восстановиться, поспать, поесть, то есть ты забываешь про всякие там, ну, все остальное, жизнь, работа, семью. Да, ладно, это мы можем, ну, для нас, нам не надо объяснять, а вот ребята, которые не тренеры, они нашли в себе вот такую мотивацию и, да, и... Ну, атлеты с септом, которые выступают на соревнованиях, это не те люди, которые живут в клубе, правильно? Нет, это вот те люди, у которых есть своя жизнь, свои увлечения, работа, и прочее. Конечно, да, вот, и вот этот движ, вот это вот движение, оно, конечно, оно, ну, начали люди, ну, это как на охоте, знаешь, никогда не было на охоте с подсадными, нет? Когда, почему, вот, охотники возятся там, держат в своем хозяйстве этих уток, диких, кормят их годами, этих, скажем так, как их можно, нахлебниками назвать, там, я знаю, спиногрызов, для того, чтобы вывести на охоту, посадить их на якорь, чтобы они кря-кря-кря и утки по... Когда они видят этот движ, что они к нему, и так вот потихоньку, 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 военные, конечно, да, не дали, не дали нам первые победы, именно, то есть, ну, не нашего тренерского состава здесь, в Украине, потом сформировались, ну, сформировались хорошие аматорские команды, начали сформироваться, вот, и так это в какую-то культуру даже, вот этот запрос, да, на то, чтобы люди хотят быть лучше, он меня постоянно подталкивает учиться, скажем так, у меня такой бдзик, я ничего не держу в электронном виде, хотя, ну, мне приходится двойную работу делать, у меня есть за последние 5-6 лет, у меня есть все наши тренировочные программы, на бумаге написанные, ну, и они, естественно, и в электронном виде, на всякий случай, там, когда я рассылаю их и так далее, вот, я всегда их, я их храню, зачем ты их хранишь, а вдруг понадобятся, но реально, вот, настолько все, 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 двигается, настолько все улучшается, оптимизируется, постоянно находятся какие-то новые тренировочные решения, что из тех годов, мы используем, там, несколько, именно, только силовых программ, а именно, вот, процесс кондиционной, кондиционной подготовки, он уже, ну, постоянно какие-то, вот, даже сейчас мы, да, в карантине, и то удалось найти два, два интересных, два новых, совершенно интересных, ну, для меня новых, как минимум, интересных программных решения, которые надо обкатать, попробовать, и самое, и самое главное, что наши атлеты готовы это делать, вот, вот, в самые, вот, по поводу наших атлетов, вот, вот, в последнее время, конечно, подготовка, именно соревновательные, соревновательные циклы, они, они очень жесткие, вот, объективно, то есть, но они знают, они уже, они знают, что надо потерпеть, будет тяжело, надо потерпеть, и потом, когда придет время, то они будут летать, и, и так оно и происходит, и, и все знают, почему, и убеждать не приходится, то есть, все самые смелые решения, они воплощают, воплощают в жизнь, и потом ты сам был свидетелем, как это происходило в Запорожье, вот, и даже в прошлом году, насколько скомканный был, сколько скомканный был именно соревновательный год, 20-й год он должен был быть, для, именно для Septim Family, он должен был быть очень-очень интересным, потому что, во-первых, Дима, Маша, Дима, Настя, Миша, они отобрались на Кипр, то есть, это первый выезд, вот, уже не мы едем, а ребята едут, мы, мы, мы с Сашей и Сережей тоже должны были участвовать, и вы, в Италии, с Сашей должны вдвоем были участвовать в одних соревнованиях, и потом должны были в других, вот, втроем участвовать, Маша и Настя должны были отбираться на Берлин-Сорфдаун, то есть, ну, вот, уже должен был быть выход на международную арену Septim, а не только нас, а ребят из Family, это моя, это моя мечта, то есть, чтобы ребята поехали в Европу на классные соревнования, я уверен, мы ее осуществим, прорвемся, вот, и все, ковидом скомкалось, но, тем не менее, даже на тех стартах, которые были, наши атлеты, нашли мы, они не искали мотивацию, вот, самое интересное, как мотивировать атлетов, вот, молодцы, ребята, они мотивировали, либо сами себя, либо что-то ими двигало, они протренировались весь год, условно, без целей, дали нам возможность поддерживать себя в форме, потому что, ну, я не знаю, как можно их заставлять тренироваться, не тренироваться вместе с ними, и, в принципе, ну, то, что я тренируюсь с ними, терплю там эти вещи, ну, тяжеловато уже, оно мне дает потом информацию, как они, ну, по авторегуляции тренировочной программы, потому что, запланировать можно все, что угодно, но, как, как на это отреагируют, а я примерно знаю, потому что я, тестируешь свою программу, потому что я рядом с ними, конечно, да, я потом, если что, ага, здесь зачеркнул, написал что-то новое и выдал им на следующий день, вот, то есть они дали возможность рядом с ними тренироваться, и они помахали флагом септем практически на всех пьедесталах крупных соревнований, которые проходили. Они сами же регистрируются, ты их не подталкиваешь? Сами, они приходят, вообще, они приходят ставят меня перед фактом, у нас тогда соревнования, все, я записал себе, внес коррективы в тренировочную программу, но внутри же ты доволен? Очень. Это не то слово. То есть ты сидишь, но ты знаешь, что будет соревнование и ждешь, Я очень, я очень ценю, когда, когда придет и скажет, да? Я очень ценю, и Запорожье, это был вообще триумф, Сережа, когда мы не планировали участвовать, учитывая, что соревнований нет, мы поехали к нему на соревнования, на эти, конечно, практически все вернулись с медалями, это было, ну, как бы очень приятно было, и вот самое главное, что вот все запланированное не осуществить, то есть они, тяжело было, и потом вот, мы их вывели, тогда всей командой нашей тренерской, мы их вывели на, на очень хорошие, тогда поехала, кроме, кроме самой команды, поехали еще ребята, Дима, Андрей, ну, короче, такая поддержка, мы поехали, то есть у ребят реально были там, все, ну, было так, как надо, и они показали класс, Настя через два месяца потом тоже потерпела, Настя, Дима и Данил, тогда они ездили на банде выступали, тогда Настя выиграла, очень уверенно, просто там, Назаренко, просто, скажем так, ну, такой фидбэк получил, писали люди в личку, ну, вот молодец, Даня тогда там прыгнул выше головы, Димон, учитывая, что он там, в категории элит, на сухую выступает, ну, все, вот так, стали, люди стали лучше, там, тоже, кстати, кто знает Настю Назаренко, несколько лет и сейчас, по поводу того, что кроссфит, да, ну, насколько он, что Настя, когда приходила ко мне на первые групповые занятия, ну, там ее, ПВХ-палка ее чуть-чуть, ну, покачивала, а сейчас человек просто железный, вот, и потом еще в предновогоднем турнире тоже ребята поехали двумя командами, ну, чисто, я считаю, однобокость, не судейство, а именно составление комплексов, они, ну, не все, не все охватывающие качества, вот они оставили ребят на втором месте, будь комплексы чуть поразнообразнее, а не только упор на силу, то, конечно, шансов было бы больше, а так и женская, мужская команда, второе место, очень, ну, очень потужно, я считаю, что очень хорошо, и, ну, сейчас, сейчас тоже ищут старты, ну, все время откладываются, 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 тем не менее, ребята тренируются, ребята, ребята становятся лучше, вот, как ковид повлиял сейчас на все, на клуб, на людей, которые занимаются, если, не касаясь, если фэмили, а вообще посетителей, посетителей, ну, как бы, запрос, запрос, ну, против болезни не попрешь, кто болел ковидом, тот понимает, что не хочется ничего, конечно, да, есть определенное, кто-то боится, кто-то болеет, кто-то боится, кто-то болеет, а кто-то тренируется, из моих, из моих знакомых, ну, вот, из той информации, что, вот, собрано, ни один человек, по-моему, у нас, из нашего клуба, не было госпитализировано, то есть, все эти, все исследования, которые мы продолжаем мониторить, мы понимаем, что будет запрос на реабилитацию после всего этого дела, вирус очень коварный, очень, вот, каждый раз всплывают какие-то, какие-то вещи, все специалисты, в один голос говорят о том, что он не исследован, не исследован, что последствия нам еще, ну, придется разбирать, но, тем не менее, сейчас уже есть некоторые наработки, мы уже понимаем, с чего надо начать, с чего не надо начинать, и, все-таки, объективно, те, кто занимаются, те, кто давно занимаются, переносили, это все безобразие легче, переносили, раньше становились в строе, чувствовать себя нормально, с точки зрения бизнеса, конечно, конечно, неопределенность, она, ну, очень, если мы за год просидели, больше трех месяцев, не работая, вот, я благодарен всему, всей команде Септум, за то, что мы за это время, я просто знаю, как это в других местах происходит, за то, что мы за это время не перелугались, в какой-то мере, мы даже, мы реально стали еще более, сплоченными, более сплоченными, да, ну, я, я стараюсь, ну, чтоб Септум, пушев, ситуация плачевная, в целом, по индустрии, Николаев, как Николаев, а, Киев, закрываются, продают оборудование, закрываются, сдают за бесценником, пускают в субаренду, то есть, людям тяжело, людям тяжело, поддержки от государства нет, что 8000, это ни о чем, ну, это реально ни о чем, онлайн это все равно не то, повторюсь, то такое, ну, комплексное решение, это есть комплексное решение, онлайн, мне кажется, ну, это, все равно будет онлайн, онлайн будет, онлайн, оффлайн есть оффлайн, и потому что, кто позанимался, например, в Септуме, он понимает, что дома он никогда в жизни не создаст себе такие условия, как, ладно, можно, хорошо за деньги можно купить материально-техническую базу но нельзя купить вот то что то что есть в септиме септиме есть атмосфера в септиме есть среда может вот так уже назвать среда от 1 1 мой знакомый один мой знакомый он ходил очень достаточно долго ходил к нам и у него еще более близкие знакомые это владельцы других фитнес-клубов по николаеву соседи по бизнесу то есть у вас через через стенку у него еще один фитнес-клуб у него знакомый владелец фитнес-клубов и он говорит что у нас лучше как ты шо у нас же такие тренажеров у вас тренажеры там заходишь там люди а вот сфера да там а в этом смотри ты не можешь по-другому все ты зашел ты видишь как они там наверно идет то есть это энергетика и ты и ты начинаешь обувь обратил внимание когда первый даже самый первый локдаун когда все таки все везде по закрывалась клубы пишут но мы вы вынуждены закрыться и в и на этом все как бы и септим сразу же погнал ролики тренировки какие-то программы сразу чувствуется забота об атлетах забота о клиентах клуба на этом тоже большой плюс первый локдаун очень длинный был он был больше двух месяцев я не скажу что там концовка нам ну давалось легко но тем не менее мы каждый день выдавали нашим клиентам тренировочное решение для дома не просто в виде какого-то невыполнимого задания реально адаптированного под домашние условия с с видео с видео сопровождением ты бы спасибо тебе ты оформлял это все дело на работа была и мысль и самое главное что мы не сошли с дистанцией это я считаю вот это наши два с вами месяца с лишним месяц день 1 июня открыли клубы 1 июня мы не выпустили вы не выпустили ролик а так все все тютя в тютю мы да я думаю наверное это не единственный в украине кто так вот поддержал наших клиентов нам как бы чуть-чуть воздалось это прошу летом и хорошо прожили нам и тренировались пришли новые люди по приходили и работали по поводу соцсети еще хотел соцсети они ведутся очень активно ежедневно там facebook instagram это все делаешь ты где-то находишь силы я все время новый материал ну как бы не вам переводные никогда не в переводные материалы некоторые пирожу сам короткие более сложные вещи мне помогают люди которые ну профессионально заточены вот это да то есть надобность в умном в хорошем потребность не то что потребность а необходимость тренировать людей правильно ну или как минимум учить наших ребят которые у нас работают не тренировать людей правильно ну я считаю это наше конкурентное преимущество пройдет год пройдет два в николаев зайдет спорт life это такая большая сеть с крутыми тренажерами с очень низкими ценами с бассейнами и я уверен многие конкуренты наши они поплывут только потому что они приглашают спорт life предложит цены лучше и оборудование лучше ценность septima не в оборудовании хотя у нас нормально мы обновляемся те кто ходят видят и в самой тренажерки изменения и хорошие тренажеры и у нас достаточно у комплекта хорошо укомплектован зал ну может быть кардио оборудование надо чуть-чуть именно дорожки там это мы их ремонтируем они в принципе они свои функции выполняют вот ценность septima это вот мозгах и в сервисе которые минут мозгах наших тренеров и то что они дают своим клиентам то есть мы не вводим мы не вводим клиентов вокруг да около то есть мы даем готова может быть это иногда скучно не интересно там доста новая тяга приседания конечно там с резиночкой скакать но это эффективно это но это в разы эффективно то есть мы готовы у нас постоянный процесс обучения то есть у нас есть общий чат в котором все самые последние которые я нахожу все самые последние интересные вещи которые помогают решить помогают тренировать людей вот пазлики пазли на не общая картина которая уже в принципе она уже давно сформирована а вот эти вот мелочи и его поиск этой информации все равно ты же и делаешь вот мы как-то с 15 года где-то еще и фитнес был мы начали ей делиться вот я не скажу что на нее большой запрос среди наших коллег вот уже сейчас я понимаю что где-то очень много этой информации она была слишком зумная ну узко специализированная но тем не менее да мы какое-то время отошли от нее начали публиковать более такие более более земные вещи так чтобы наши клиенты понимали ну очень бы этого этого хотели но все равно запрос запроса и опять таки мы же это делаем мы растим атлетов мы растим спортсменов вот там более такие глубокие вещи как как касающиеся восстановления методов тренировок там основанных на лактатных порогах на аэробных порогах и так далее все это она у нас есть у нас эта информация есть поэтому телеграм-канал septem pro тоже он я ожидания были больше конечно что что как-то разойдется молва о том что ребята хорошую инфу толковую постят но тем не менее давно сейчас как-то на плато ковыряемся нет возможности может мы рекламируем учить здесь дадим на ролике тоже не так и хотелось бы да но тем не менее там для тренера для спортивного тренера футбольных команд любого короче для того кто хочет сделать именно подготовление своих подопечных это просто просто находка какие-то копейки стоит там подписка реально копейки за тебя люди ищут люди применяют эти же вещи люди переводят и самое главное что это все переводной материал и свежий свежий это то что ты в принципе как тренер ищешь для себя для того чтобы развиваться всегда этим ты делишь а неж конечно да и свежий материал одно дело ну то есть если на миска если этого одним да если делать это для себя это быстро понимаешь 1 1 1 ты пробежался откинул то 5 10 наложил наложил это на то что ты уже знал какие-то параллели провел стоит не стоит применимо неприменимо и все и на этом все закончилось а вот положить это в оболочку сделать это так чтобы русскоязычные читатели смогли без проблем не пользуясь этим google переводчиком который там черти как переводит адаптировала все адаптировано все красиво написано вот вот этим занимается команда септом и думаю что что усилия они не пройдут даром все-таки будет какой-то прорыв до соц сетях какими какими-то интересными материалами делимся но есть телеграм-канал один есть телеграм-канал общего доступа есть соцсети хорошие соцсети информативные достаточно 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 то что нас много коллег читает из из других городов это это достаточно чтобы нашу материал того стоит сразу про другие города пока не забыл не было ли каких либо тебе предложений уехать например в тот же киев для того чтобы заниматься преподавательской деятельностью тренерской было конечно ну как то я все равно я бы может быть слишком большая доля оптимизма но я почему-то считаю что не место красе человека человек место и что николаев не совсем там ну не совсем такой город какой-то прям за ну мне конечно коробит когда так по николаев там ну это люди чуть ли не жалеют тебя что николаеве живешь знаю я люблю этот город люблю за в заводу за которая вроде бы не воды живу у него не часто не бывают проезжаешь мимо этих речек там через мост я люблю николаев за людей которые меня окружают потому что ну я например не готов расстаться я реально ценю вот тот социум в котором я нахожусь которые люди которые ко мне на тренировки приходят люди с которыми я работаю для меня это важно променять на какие-то материальные блага условные ну я это значит сдаться то есть не знаю будут смотреть там нас тех кто руководит городом в принципе септим всегда пытался всегда опирались на свои на свои силы то есть просили помощи у людей вот ну рассчитывали на себя не на государство потому что как бы делали все для ну всегда перед ивентом рассылали письма и туда и туда но по большому счету именно какой-то глобальной помощи мы не получали частные лица нам ну всегда больше больше нас поддерживали тот же алексей сыпко спасибо ему большое компании награ и так можно не условно а смело назвать ангелами хранителями николаевского кроссфита потому что такой карт-бланш себе все что в николаеве проводите на нас рассчитываете мы всегда поможем и так и есть то есть несколько ивентов ребята поддерживали как так они по большому счету они давали возможность состояться им вот саши ручку большое спасибо что свой опыт соревнований организатора человека который много посоревновался качественно посоревновался что он нам помогает тоже мы с ним хороший тандем потому что он занимается спортивной частью обычно я вот там мы все остальное там деньги найти призы договориться что приехала там тут вот такие вот вещи вот и мы проводили для военных хорошие соревнования в центре города и вот на дне города в девятнадцатом году вообще шикарный праздник шикарный кроссфит праздник для популяризации в принципе здорового образа жизни поэтому не знаю там будут смотреть нас ребята те которые власти в принципе мы готовы если это без политических лозунгов каких-то и дивидендов мы готовы продолжать делать наш город лучше покажите нам направление скажите и не мешайте и все ему принципе и велодорожки готовы там включаться во все его сети то есть николаев это уехать из николаева это значит сдаться ничего не сделав для того чтобы это место стало лучше считаю что это неправильно много разговариваем про кроссфит и те кто нас смотрит сейчас могут подумать что септем это только кроссфит зал но насколько мне известно там много кто занимается и какие вообще перспективы у клуба как кто его клиенты классный вопрос шикарный ну начнем с того что кроссфит это фитнес это все равно вид фитнеса в двигательной активности и вот чисто кроссфитом в септеме занимается не так много людей как можно подумать то есть мы все свои знания мы фитнес это но это состояние это подготовленность бифит мы все свои знания которые имеем а кроссфит дает качественное обучение вот поверьте мне одно из лучших этого сто процентов и мы перекладываем на возможности опорно-двигательного аппарата возрастные возможности наших клиентов текущие возможности их организма и делаем их лучше то есть это хороший качественный функциональный тренинг который тяжело назвать именно кофе там в чистом его виде поэтому тренируются все от вот таких детей до людей которым под 70 все всем рады двери открыты для всех ну это одно из отличий септема в том что мы реально любим людей вот мы любим тех кто к нам ходит но они это чувствуют и в принципе есть отдача они дают какую-то часть своей энергии и питают нас дают нам стимул для того чтобы мы продолжали развиваться становились лучше в тренерском плане становились лучше материально-техническом плане вот мы в принципе боролись потому как сейчас реально такое время это реальная борьба сектор настроен я всегда нашим ребятам не гораздо что мы будем бороться мы просто так вот закрыться это это легче всего продержаться вот пройти через все через все эту череду локдаунов и всего остального сохранив коллектив сохранив отношения в коллективе это вызов это будет потом что вспоминать ну как для меня это в эту тоже части будем работать то есть у септема я вижу только 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 хорошее будущее никаких там да будет тяжело но мы будем идти туда валера спасибо огромное что ты пришел друзья спасибо большое что смотрите нас закончится локдаун обязательно приходите заниматься в клуб это классная семья говорю лично на своем примере почти три года я уже там занимаюсь благодаря валерий привел себя в порядок и я вижу там как детей так и реально пожилых людей взрослых все улыбаются все отличные классные здоровые спасибо большое тебе спасибо за движение спасибо за то что нашел силы это выслушать и мой трёх часовой да спасибо за то что ну в принципе ты появился в нашей команде внутри реально наша часть часть нашей команды я надеюсь ты это чувствуешь в тебе ценю в тебе твою ответственность и твое отношение к делу ну блин дали буду все всем пока поэтому я предлагаю конкурс следующий вы предлагаете мне пиво какой бы вам хотелось попробовать в пределах разумного понятно не надо там придумывать пиво с добавлением там 400 килограмм карась и икры соленой и огурцов там соленых понятно что это будет говно и никто об этом даже рассматривать не будет мне надо там рецептура и так далее просто обрисуйте мне пиво которое бы вам хотелось попробовать и как-то классно его назовите за это мы разыграем ящик пиво которое мы сейчас будем варить в коллаборации с киевскими пивоварнями она будет скорее всего разливаться в банку и вот ящик банок таких я презентую тому кто придумает самый интересный пивас и как-то классно его назовет и если мы его сварим а мы скорее всего его сварим если будут классные идеи то мы пригласим либо на варку либо еще и того пивоса отгрузим ящик точно